Огесса Газ 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 газа а именно одесса газ то есть вот это основные моменты которые бы хотелось бы определить также хотел бы обозначить что при смене поставщика универсальный так сказать лицевой счет по которому можно найти свой лицевой счету другого поставщика это так называемый есть код что это такое это энергетический код который закреплен за каждым потребителем за каждым пунктом потребления потребителя и который является универсальным для всех участников рынка то есть зная свой энергетический код потребитель может найти свой лицевой счет у другого поставщика в данном случае у газопоставляющей компании нафтогаз украина данный код он указан в заяву приедания до договора расходила природного газа если такая атаковая имеется у потребителя на руках можно там увидеть этот код если нет также этот код можно увидеть в личном кабинете зарегистрировавшись на официальной странице одесса газ также он обозначается в квитанциях на распределение природного газа одесса газ взаимодействие потребителя с одессы газом не изменилось то есть у кого кто был зарегистрирован личном кабинете одесса газ это все осталось другой поставщик информацию можно найти на сайте газопоставляющей компании нафтогаз украины то есть там информация есть действительно такая ситуация как в одесской области произошла в большинстве области украины насколько освещен освещен данный вопрос средствах массовой информации это нафтогаз украины не обеспечив ресурсов ресурсом других поставщиков и связи с этим был переход напрямую потребителя к газопоставляющей компании нафтогаз украины вся информация о данной ситуации а также что необходимо абоненту делать освещена на сайте официальном гкан автогаз украины телеканал репортеры короткий вопрос смотрите мне неудобно иметь личный кабинет каждой условно говоря обслуживающей организации поставщика услуг я это делаю через приватбанк насколько у вас эффективное взаимодействие то есть если я передаю показания счетчикам через приватбанк они автоматически к вам попадают попадают и вообще можно ли вот реально на сайте банка не имеет никакой разницы на сайте банка это делаю или на вашем давайте сразу разделим то есть если вы оплачиваете за поставку природного газа и передаете туда данные по показаниям счетчика то эти данные с высокой вероятностью не дойдут до одесса газ если вы оплачиваете за распределение природного газа передаете данные по показанию счетчика приватбанка тут зависит от того приватбанк успеет в сроке до 5 числа передать нам эти данные то есть я бы так не рекомендовал делать лучше всего это на сайте одесса газ освещены все способы передачи показания счетчика это по телефону по через личный кабинет через вайбер телеграм чат боты через боксы на бумаге написав лицевой счет показания счетчика если так удобно то есть такими средствами но не через банк потому что тогда вы зависите от того банк вовременном передаст показания или нет хорошо было что вы наладили с ними я услышал вопрос как бы да то есть но это зависит я же говорю то есть от возможности работы банка оперативной передачи данных то есть есть такая возможность мы работаем собираем данные через так же через сайт одессы газа То есть это очень удобно, потому что в электронном виде это не сидит живой оператор, который должен тысячу показаний вбить. То есть это просто одним файлом перезагружается в систему и все, то есть мы получаем данные. Но если банк сможет такое организовать, то это было бы удобно, но это опять-таки со стороны банка также нужно желание. К сожалению, поставщик по каким-то причинам непонятным нам не смог прибыть сюда, чтобы проинформировать из первых уст, что произошло и причины этого. Но обеспокоенность в городе очень серьезная и вам как журналистам, наверное, больше это известно, чем даже мне как чиновнику. Я только могу сказать, что город в стороне не будет сторонним наблюдателем этой стороны и есть поручение мэра немедленно активизировать данную работу со всеми государственными органами для должного доведения информации до наших граждан. Уже вчера произошли в телефоном разговоры с руководствами регулятора, которые осуществляют надзор и лицензионную деятельность за такими предприятиями, как Одесса ГАЗ. И Одесса ГАЗ-постача, и в том числе НАК «Нефтегаз». Он также имеет лицензию и подчиняется своей деятельности регулятору. Регулятору были заданы два вопроса. Первое, значит, НАК «Нефтегаз» сегодня получил или были переданы, я не хочу сейчас подчеркивать, правильно были переданы, неправильно переданы. Надо, чтобы каждого спросили жителя, хочет он перейти или не хочет перейти. Поэтому я не буду юридическую сторону этого вопроса говорить. Я скажу о том, что произошло, то и произошло. То есть поставщик Астана и Надии были переданы все потребители, ну таких потребителей по всей Украине практически. Это бытовые. И теперь поставщиком Астана и Надии определяет кабинет министров. Так вот, НАК «Нефтегаз» сегодня, кабинет министров, своим постановлением определил, что он является поставщиком Астане и Надии. И все потребители, перешедшие к поставщику Астане и Надии, должны были, первое, быть ознакомлены с моментом перехода. Второе, они должны понимать переход. Третье, значит, поставщик Астане и Надии или НАК «Нефтегаз» должен прибыть хотя бы в Одессу, открыть свои представительства какие-то здесь. Они должны были провести информационную работу. И вот эти все моменты сегодня создают очень сложную ситуацию, которая у нас складывается в городе. Я не хочу еще раз говорить что-то по стране, нас интересует, что у нас в городе. В первую очередь. Поэтому вот этот перечень вопросов стал предметом обсуждения с Национальной комиссией. И сегодня же уже уйдет письмо за подписью руководства города на Национальную комиссию для того, чтобы комиссия включилась в эту работу и регламентировала лицензованную деятельность данных поставщиков. Теперь, значит, следующий пакет вопросов, которые необходимо обратить внимание, и как действовать нашим гражданам в данных условиях. Первое – это вопросы, которые и так производились переплатой. Начиная с 1 мая, по сегодняшний день, многие граждане, я в том числе, значит, могу вам сказать, производили, как добросовестные платежщики, оплату на счета, значит, нефти, а... Одесса, газпостачи. Значит, все эти деньги, которые были произведены по переплате, они будут возвращены всем абонентам, которые это осуществили. Процесс возврата был ранее заключен тем, что нужно прийти, написать заявление и указать счет, на который должны деньги возвращены, и тогда деньги возвращались. Ну, эта процедура привела к тому, что даже в условиях сегодня военного времени создаются очереди и создается напряженная обстановка, тем более, значит, среди лета – это жара, стоящая у нас в Одессе. Поэтому, значит, вот буквально с вчерашнего дня на сайте Одесса, газпостачи вывешена уже информация о том, что данное заявление можно подавать в электронном виде. Это намного упрощает, и те, кто граждане у нас способны делать, они могут в электронном виде подать эти заявления. И Одесса, газпостачи, должна произвести перерасчеты. Кроме того, есть и вторая сторона медали заключается в том, что есть задолженность абонентов и потребителей до 1.05. И, конечно, значит, Одесса, газпостачи будет требовать погашения этой задолженности. Каким образом? Это их взаимоотношения со потребительными, они будут уговаривать, договариваться, подавать в суды и так дальше. Но это их взаимоотношения. Поэтому хочу еще немножко разъяснение дать по поводу НАК нефтегаза, который является на сегодняшний день нашим основным поставщиком оказания услуг. Единственное, на что можно обратить внимание, это снижение цены. По сравнению с Одесса, газпостачи, цена теперь у них будет 7900 без затрат на передачу. Без затрат расподила, будем говорить. Это вот отрадное, но те хлопоты, которые сегодня нам созданы, они, по-моему, и ценой даже смываются. Для того, чтобы мы начали получать с вами лицевые счета и оплачивать счета НАК нефтегазу, нам необходимо произвести через ЕС-коды. Как представитель АТ газа подчеркивал, что есть у каждого из вас, у нас с вами ЕС-код. Они есть в счетах, на платежках, которые мы с вами оплачиваем за расподил АТ газа. Там этот ЕС-код. И, значит, используя ЕС-код, мы можем зайти на сайт НАК нефтегаза и получить новый счет, лицевой счет, по которому нам будут предъявляться платежные документы для оплаты. Но этого недостаточно. В самом начальном своем выступлении я подчеркнул, что для того, чтобы нормализовать работу, как минимум здесь должно быть в Одессе открыто представительство НАК нефтегаза. Это наше требование будет к нему, которое мы изложим в своем письме на Национальную комиссию регулирования электрической энергии и коммунальных услуг. И должна быть НАК нефтегазом проведена разъяснительная работа. Должны быть проведены выступления, разъяснения, публикации, прием граждан, личный прием этими работниками. Но не будем же мы ехать в Киев, значит, по месту расположения поставщика и идти на прием именно там. Поэтому вот такое требование к настоящему поставщику, городским головой, выдвинуто и оно будет отображено в отдельном письменном обращении. Скажите, а для ОСМД нужно заключать отдельный договор с накопленным гражданом? Если ОСМД является плательщиком, единым плательщиком от имени своих граждан объединения своего для НАК нефтегазпостачи, тогда да. Если ОСМД, будущий с целью отопительной организации отопительного сезона, необходима ему будет так называемая номинация на получение объема газа, это по другой схеме. Тогда каким образом, например, будет нам определяться человек, который осуществляет контроль за проведением отопительного сезона? Если у них даже представительства нет, у нас нет с ними никаких договорных отношений. Давайте по отопительному сезону мы сегодня пока опустим эту тему. Вопрос очень важный. Департамент, который я представляю сегодня, занимается очень активно этой работой. Я могу вам сказать, что последнее совещание на уровне руководства Министерства энергетики, руководства Минрегиона, министров и НАК нефтегаза договорились о том, что газ для нужд отопления предприятий будет по той же цене, что был и в прошлом году на основании заключенных договоров с НАК нефтегаз-трейдом. Значит, поэтому ничего там не поменяется и с точки зрения отопления все будет в порядке. А вот главное, чтобы мы сегодня разрулили ситуацию именно с каждым жителем нашего города, чтобы знали, куда платить, кому обратиться. Ведь дальше пойдут вопросы, человек не знает, как куда обратиться, значит, не оплачивает. Будет обращение к Расподилу, и Расподил должен прийти и отключить этого человека от газа. И человек будет возмущен, почему вы меня отключаете, если я готов платить, а вот вы там не зарегистрировались. Так создайте условия. Вот что мы хотим. И это действие должно быть очень напористым для того, чтобы привести... Есть все законодательное поле, в рамках которого НАК нефтегаз тоже обязан работать.